народ всем привет вы на канале пока шеварим сегодня среда и гриль рецепт это как бы традиция которая только изредка нарушается в общем тем какая я задача все вопросом почему все таки у нас вот считается что на гриле надо готовить там говядину говядину там курицу курицу а свинина у нас в общем то ассоциируется всегда только с шашлыком это мне кажется несправедливо потому что из свинины можно приготовить действительно классные вещи на гриле помимо шашлыка серьезно и сегодня я вам покажу целых два рецепта я хотел сделать рецепт мяса ну и какой-то гарнирчик но у нас сегодня и основное и гарнир будет представлена мясом в общем готовим свинину интересно круто запоминайте сохраняйте в избранное если зимой не хотите летом уж точно повторите и так смотрите что у меня есть у меня есть карбонат карбонат это самый вот так вот видите карбонат с пленкой да я здесь пленочку расстелил для как бы эстетики короче карбонат это самый вот такой вот кусок мяса в котором просто ничего ни жира ни черта нет вообще только пленочка и у меня есть свиная вырезка мы приготовим сначала подготовим карбонатик а потом я вам покажу как классно оригинально очень необычным способом замариновать свиную вырезку давайте начнем карбонат мы будем делать форме рулета и внутри карбоната будет тапинат это такая короче это кайфовая паста из маслин ну либо оливок с кучей кучей всяких вкусняшек которые будет внутри мяса давайте приготовим этот самый тапинат использовать кстати можете маслины и оливки как я сказал ну желательно без косточек чтобы не заморачиваться в блендер складываем маслины чеснок горчицу добавляем оливковое масло каперсы и конечно же соль все перемалываем итак у нас вот карбонатик ребят отличный карбонат кстати толстенький все как надо избавимся вот от этой пленки она мне просто тупо не нравится ну в принципе все вот неплохой кусочек теперь смотрите нам надо мне конечно нужен филейник ножик да у меня вот даже по длине этого ножа не хватает но тем не менее я постараюсь каким-то образом все таки распластать это мясо мне надо из него получить большой длинный пласт поэтому так параллельно столу разворачивая потихонечку начинаем надрезать каждый в меру конечно своей ловкости все это делает да я не каждый день полостаю я теперь этот кусок мяса неловко порезанный отобью получается вот такой вот пласт свинины оп достаточно мощный я вот этим той стороной которая была внутри вот так вот теперь естественно друзья мои это надо поперчить с двух сторон в общем-то тут особо ничего не надо извращаться вся фишка в начинке конечно же и просаливаем с двух сторон кусок большой поэтому я соли не особо жалею можно еще каких-то специй добавить которые вы любите опа и опять-таки соли так какая меня наружная эта часть будет даже не знаю сложно определиться пусть вот так будет это будет внутри выкладываем начинку из маслин вот это кстати начинка она отлично подойдет к чему угодно заворачивайте куда хотите в курицу в баранину в говядину это прекрасная вещь так и просто распределяю выглядит она честно скажу не очень презентабельно но вы не представляете какой у нее аромат прекрасный а внешне на землю похоже сейчас кстати в такой мороз в такой снег очень романтично увидеть землю так ну вообще можно кстати побольше делать смотри карбонат у нас здоровый вышел хотя она очень яркая по вкусу поэтому злоупотреблять тоже не стоит и все мы пока завернем смотри вот так вот да об заворачиваем здоровенный ясь так 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 оп 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 вот такой вот здоровый рулет мы еще с ним не закончили отмеряем нитки где-то длиной наверно сантиметров 20-30 смело но так чтобы хотя бы в четырех местах обернуть от рулет выложили нитки и теперь смотрите что мы делаем выкладываем бекон на небольшом расстоянии друг от друга естественно мне нужен бекон по длине с весь кусок карбонат поэтому я добавляю два кусочка вот так где-то между беконом с пол сантиметра сантиметра не больше теперь выкладываем смотрите делаем ход конем сверху еще бекон то лишь два кусочка бекона начинаем с краев потому что как вы понимаете с краев может начинка вылезать учитывая что у нас бекон все-таки коротковатый нам придется еще несколько сделать закрепов вот в итоге чтобы не было спокойно я еще закрепил ну короче в трех где-то местах все это должно держаться все ребята этот рулет готов его можно отправить на гриль я это мясо буду запекать и второе мясо я тоже буду запекать поэтому я готовлю гриль для непрямого жара уголек распределяем по бокам у меня здесь вот такие емкости но либо просто раскидайте поровну второй кусок мяса которое мы приготовим это свиная вырезка маринованная в моджо ребята моджо это цитрусовый маринад офигительный вообще очень советую попробовать как-нибудь давайте покажу как это сделать сначала чеснок порежьте на пластинке подавите цитрусы в кожуре чтобы легче было выдавить сок у меня это лайм и апельсин вы можете использовать другие грейпфрут использовать лимончик не вопрос а 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 чистого цвета. Огонь средний. Достаточно будет двух минут. Добавьте цитрусовый соки, орегано тоже отлично зайдет. Пожелаю. Нагрейте до кипения и снимите с огня. Конечно же, в конце надо посолить и добавить рубленной кинзы. Половину готового моджа вылейте на вырезку в качестве маринада, вырезку в какой-нибудь пакетик сложите, а половину можно использовать в качестве соуса. У меня мясо заранее замариновано, как вы поняли. Естественно, ему надо дать время. И вот что у меня превратилось, во что вырезка превратилась спустя ночь. Вот такая вот ароматнейшая вырезка. Ароматнейшая. Супер. У нас здесь два куска мяса. Вы видите, да, они разноформатные. Это толстая штука, это тонкая. Соответственно, смотрите, жарить прямым способом, то есть вот над грилем, прям вот над угольками, вот эту штуку можно. Минут так 12, 15, 16 она приготовится. Она тоненькая. Вот эту же только запечь. То есть ее обжарить не получится, ее надо запекать. Поэтому у меня сейчас, честно говоря, дилемма. Закинуть этот кусок мяса, а потом вот это быстренько обжарить, либо этот кусок тоже подготовить таким же более долгим способом. Но если не с прямым жаром, то на приготовление вот этой вырезки тоненькой уйдет, ну, полчаса. Вот это будет готовиться час, где-то при 180. Вот это полчасика. Вот честно, не знаю, как поступить, наверное, короче, не знаю. Вот как поступлю, так и поступлю. Сейчас вот буду принимать решение. Выкладываем нашего монстра в серединку. Все-таки вырезку я буду готовить таким же способом, но закину ее через полчаса после того, как поготовится карбонат. Все, на час оставляем, контролируем температуру внутри, если есть термометр. Когда 70 градусов будет чуть выше, можно снимать. Так, друзья мои, у нас прошло полчасика. Процесс идет. Я немножко вот так вот и переверну в стороночку. Мне нужно место для вырезки. Опа, я ее тоже к середине кладу. Вот так вот. И буду здесь запекать. Немножко температуру я подуменьшу, потому что я пришел, а у меня здесь 200 с фигом. Поэтому я чуть-чуть вот так вот подзаверну. Все, еще на полчаса. Опа, все у нас готово. Я еще вырезку немножко, так видите, там туда-сюда, вот над угольками подержал, чтобы симпатично вышло. Все, по 70 градусов и там, и там. Все готово. Так, это у нас вырезка. А это карбонатик. Два достойных куска мяса. Я даже не знаю, вот смотри, здесь оно больше подпеклось, да, сначала лежало. Тут поменьше. И не факт, что вот это вот симпатичнее. Ну ладно, разместим вот так вот. Здорово, здорово. Пахнет прекрасно. И в такие моменты понимаешь, что свинина, она достойна того, чтобы тоже быть приготовленной на гриле. Так. Вот, ребята, вот что должно получиться. Шикарная свинина с оливковой пастой внутри. Все ровно так, как я и хотел. То бишь, офигенно вышло. Идеально. Ну и давай свиной вырезку, да, посмотрим, как она приготовилась. Опять-таки, смотрите. Вот, 70 градусов внутри, видите, она не пересохла. И в то же время она прекрасно приготовилась. И не осталось красной, потому что от красного у вас сейчас, конечно, бы пригорало, я так полагаю. Вот такие делишки. Вот свиная вырезка. Все супер, ребят. У нас и мясо, и гарнир готово. Что из них, что, выбирайте сами. Вот ароматы прям сюда сейчас поднимаются. Ребят, кайф. Конечно, вот от карбоната с начинкой. И говорю, даже несмотря на то, что я абсолютно рукожопой его вот так вот порезал, ну не вышло что. Ну я не мясник. Вот, тем не менее, получился отличный, красиво сформированный рулет. Начну с вырезки, она тоненькая. Это очень круто, серьезно. Шикарный рецепт. Прям попробуйте. Даже я думаю, если вы сделаете шашлык вот с таким маринадом, как я показал, будет офигенно. Потому что вот эти цитрусовые нотки, кислинка, тмин, настолько в тему. Попробуйте приготовить вот по такому рецепту. Не обязательно вырезку. Абсолютно вырезка. Тут это второстепенная тема. Ну и давайте попробуем рулетик. У меня все-таки, наверное, флагман сегодняшнего выпуска. Это вот этот рулет, да? Так, как его? Оп. Как его зарубасить-то, чтобы и бекон попал, и все, да? Вот так вот. Уменьшу немножко, а то в рот не влезет. Классный запах. Знаете, как скажу? Несмотря на то, что вот этот рулет выглядит навороченно. Его можно делать, естественно, с топинадом, там, короче, с грибами. С чем хотите туда внутрь накладывать, это просто идея вам, да? Но мне по вкусу больше понравилась вот эта штука. Вырезка. Это простая вырезка, которая, естественно, хорошо сделана, не пересушена. Температура проконтролирована. Но по вкусу класс. Вот этот маринад, ребята, цитрусовый мне прям реально зашел. Что касается вот этой штуки. Не воспринимайте это как рецепт. То есть это просто идея для реализации, да? Берите, покупайте карбонатик, нарезайте, не как я, посмотрите, как это делают нормальные ребята. Начинку и запекаем, запекаем. 70 градусов, все у нас готово. Оливковая начинка, это на любителя абсолютно точно. Я пока к любителям, ну, прям вот таким большим оливок не отношусь. Есть какой-то переломный момент, когда люди начинают любить оливки и маслины. И вот если у вас наступил такой момент, вот эта начинка, она будет идеальна для вас. Прям попробуйте, прям круто, прям так оливочно. Очень вот прям... У меня даже слов нет, ну, то есть это действительно вкусно, это очень насыщенно по вкусу, солененько. Вот эти каперсы, все. Топчик, короче. Если к оливкам пока относитесь так себе, ну, сделайте грибов, я не знаю, ну, сыра туда, болгарского перчика, все, у вас будет отличный рулет. Формат классный. Ну, и, конечно, бекон снаружи, он позволяет не высушить в хламину этот не самый жирный кусок мяса, называемый карбонатом. Да, если его просто так запечь, он превращается просто в сухомятку. А так, сочненько. Нет, класс. Серьезно, оба рецепта прям здорово. Я могу смело назвать этот выпуск два топовых рецепта свинины. Вот так вот под конец придумал, может, так и назову. Извините, что с набитым ртом. Ну, на этом все. Спасибо, что посмотрели. Всего вам вкусного. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте колокольчик. До скорых выпусков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok